Всем добра, с вами Тори. И это рубрика, которую вы очень ждали. Это Вопрос Фикрайтеру. И давайте же не будем тянуть, а поскорее начнём. Первый вопрос от Даши Барсуковой. Если ты хорошо поёшь, то спой нам. Я уверена, что ты хорошо поёшь. Даша, мне в твою уверенность. Потому как я считаю, что я не умею петь. Но всё же я потерзаю и себя, и вас. Своим изупречным бокалом. Помоги мне забыть о дельфинах. Луна отражается в их мокрых спинах. Написала моё имя на стекле напротив окна. Я каждую ночь просыпаюсь одна. В моём городе нет моря. Но куда бы я ни шла, моё море со мной. Я просыпаюсь под нежные звуки прибоя. Под нежные звуки прибоя. Следующий вопрос задаёт Анастасия. Что ты чувствуешь, когда выкладываешь видео? Я чувствую гордость за то, что я занимаюсь любимым делом. Следующая пара вопросов от Кэм Хэл Мисс Лак. Когда твой день рождения? 19 июля. Питала ли ты фанфики про тебя, кроме того, который писал Толик? Да, было делом. Следующий вопрос, насколько я помню, задаёт Алия. С ником поэт пишет и ждёт. Сори, если ошиблась. Бесконечная зарядка на телефон или бесконечная еда? Бесконечная зарядка на телефоне, который может делать бесконечную еду. Логика. Можешь стать соавтором в моём фанфике про стинта. У меня пока только две части, третью часть не могу написать. Помоги. Надо посмотреть, надо подумать. И да, только если он не слэшивый. Это табу. Я не буду со слэшом помогать. Нет. Только кокет. Только хатку. Как думаешь, что означает тату Руслана на руке? Давайте я расскажу вам просто об общем значении татуировок на его левой руке. А поможет мне в этом мой планшет. На котором, собственно, и будет фотография с его татуировками. У него на указательном пальце, насколько я понимаю, да? У него там пальма. Пальма – это знак нескончаемой силы. Энергии, честности, славы и прочего. Так что да, наш мальчик жаждет славы. Следующая татуировка – это просто Лос-Анджелес. Нет, у неё значения. Ну, точнее, есть подаённое значение. Мечта все дела. Далее у него на безымянном пальце крест, который обращён в сторону ладони. Как известно, ну, я не знаю, как вам, но лично мне это известно, крест на безымянном пальце, обращённый кончиком в сторону ладони, обозначает то, что человек вырос без отца, но либо его потерял. Молния на мизинчике – это мощь, сила, власть, энергия жизни, красота и запятка. А бриллиантик обычно значит богатство, изобилие и непобедимость. У креста же на обратной стороне ладони есть ещё значение. Либо бессмертие, знание и прочее. Но некоторые слышали, скорее всего, о том, что это ещё и знак Нигилиста. Но Руслан сам это отрицает. А то теперь вы знаете чуточку более. Даже не спрашивайте, откуда я знаю о значениях татуировок. Следующие вопросы от Cookie with Hector. Со всеми красавчиками фоткалась? Не со всеми, но хотела тебя. На кого ты обучаешься? Я уже миллиард раз отвечала на этот вопрос. Тебе нравится песня ЦПВЛС? Ну, если я делаю на неё кавер, то, наверное, да. Следующий вопрос задаёт пользователь с ником Короче, люблю. Ты говоришь, в жизни Миха не такой. Расскажи поподробно. Когда вы его встретите в первый раз, ну, то есть, вы с ним не будете честно как-то общаться, дружить, а только познакомитесь, то вы заметите вот эту скромнюю лажечку, которая не знает, куда сдевать себя во время разговора. Это весь лажечка. Спокойный, равновешенный отчасти. Но мы-то знаем, что он пошляк. Просто надо поглубь уже копнуть. Вот такой. Если в твоих фанфах события из жизни... Да, есть, я уже миллион раз об этом говорила. Что читаешь для вдохновения? Оскар Уальт, портрет Дориана Грей. Это просто... Меня вдохновляет его слог. И да, лучше читайте это в оригинале. Следующий вопрос от Анастасии Шмальц. Читала ли ты 50 оттенков серого? Пойдёшь ли ты на фильм, снятый по этой книге? Я не читала и на фильм не пойду. Я не люблю эротику. Твой любимый фильм? Я люблю Гарри Поттера и Один дома. Очень. У меня маленькая просьбочка. Не могла бы ты в следующий выпуск вопрос в экране сделать чёрной шляпке с хвостиком, как видео про твоих любимых видеоблогеров. Твой образ в этой шляпке мне очень безумно понравился. Как бы... Я думаю, я бы выполнила вашу просьбу. Следующий вопрос задаёт пользователь с ником PlayStationPupyrka.Tvoyopro. Знаешь ли ты что-нибудь о городе Горячий Ключ? Патриот. Это город, расположенный на северных склонах, западной части Большого Кавказского хребта, на реке Псикупс и находится он в 45 километрах от Краснодара. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Какими фанфиками и авторами ты восхищаешься? Я уже говорила, что я практически не читаю фанфики. Я предпочитаю всё-таки классическую литературу, то есть книги. Что ты выберешь, пляшу Мишку или Альпаку? Конечно же Альпаку. Даже не надо объяснять почему-то. Просто Альпаку. Следующий вопрос от Сирин. Или Сирин, или... Я не знаю, как это читается. Сори. Скажи, ты пишешь план Фика или все идеи приходят на ходу? Нет, я не пишу планы. Я ещё со школы терпеть не могу писать к чему-то планы. Я просто в своей голове создаю определённую картинку и потом по этой картинке всё развиваю. Вот и всё. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. А если так, то подпишитесь на канал, поставьте этому видео большой палец вверх и оставьте под этим видео комментарий. Ведь мне очень важно ваше мнение. Ну а также оставляйте свои интересные креативные вопросы с хэштегом вопрос фикрайтеру. И я отвечу на них в следующих выпусках. Ну и конечно же, добавляйте это видео к себе в избранное и делитесь этим видео с друзьями. Ну а с вами была Тори. До скорых встреч на моём канале. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин